здравствуйте дорогие друзья сегодня 1 декабря 19 года прошла череда морозов минус 5 что благотворно сказывается на лозе суть в этих морозах в том что при минус 5 градусов примерно плюс-минус 1 градус в лозе вода переходит из клеточного состояния из клетки в межклеточное состояние и образуется в кавычках так называемый крахмал который позволяет лозе потом всю зиму питаться но это и хорошо также для черенков когда мы обрежем чтобы они хранились подвале для питания их сегодня еще раз повторюсь 1 декабря и я решил наконец-то укрыть свой виноград самое время самое 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 то время укладываю я в каждую возле каждой лозы крысиную смерть такие такая пастила вкусная вот для крыс и мышей очень проверенное средство каждый год я это делаю и каждую весну я достаю кучу дохлых мышей из-под лозы лоза вся остается не тронутая почки чистые укрываю я соломой сейчас прошел небольшую ночью сужок но это ничего такого она не мокрая она сухая хорошая солома солому я укладываю на лозу вот сверху под лозу я подкладывал деревяшечки такие чтобы она висела над землей посмотрите вот под каждой лозой находится отрава для мышей и сверху я укладываю на солому укладываю сверху либо если есть старые ковры если нет то просто пленка этого достаточно чтобы перезимовать на севере беларуси в ноополоцке удачи вам всего хорошего и так укрыли весь виноград все розы розу одно придумали вот сверху бочкой внутри солома очень вакуумно получилось вот виноград тукая шасла галюнаса эльфрус был улучшенный и черный восторг очень хорошо закрыли пленка внутри солома и под такие растяжки виде досок укрыли очень хорошо голубику таким черным спонбондом все прижали дровами должно быть хорошо тут молодая молодая голубика под елками под палками так вот укрыли виноград виноград укрыли очень здорово мне даже самому понравилось видите такие шалаши из ковров так как у меня г-образной теплицы то закрывать пленкой мы не будем потому что снег дождь косой даже не доходит до них даже сейчас видно видите где прошел снег вот как ровно видно где не нету его и где есть граница и так шалаши из ковров старых ковровой дорожки ковры эти как отлично все укрыто внутри солома очень тепло соседи уже знают по даче что нам надо ковры старые вот избавляются нам скидывают но нам это очень пригождается вот покрытие винограда вот и покажу сейчас как в теплице укрыли клево получилось сейчас покажу вот смотрите ну тут дождя снега нету поэтому не укрывается вот левый ряд за молодые все укрыты коврами соломы и вот правый ряд два осталось свободных места надеюсь весной сюда влезет один карнавал и один руби роман рубиновый римский вот сюда вот они посажены а так все супер получилось видите шалашики из ковров пробита теплица серой дымовой шашкой климатом положены вот эти вот средства крестинная смерть в общем ребята к зиме я очень классно подготовился очень доволен сегодня платформа поработали женой все супер всем удачи и хороших урожай в следующем году ура котики до брошенную ну а что мы уже одну приютили все смотри трое еще остались красивые какие ну нечего дать вам ребята сегодня вон какие красивые глава трое такие одинаковых похожих на диска хорошие котики ладно вот как укрывает мой друг в моем же садовом товариществе просто спонбонд интересно сколько он толщина у него он толстый он толстый на сотка наверно какая-нибудь сотка ну и вот говорит не промерзает даже земля ну хотя у тебя видишь у тебя очень много этого как сказать на земле мульчи да у тебя очень много мульчи и она вот не но нормально все получается ну вот вот как укрыто вот спонбондом все укрыто красиво в теплицах и и и и Продолжение следует...